МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире Народные новости. В студии Валерия Новикова. Здравствуйте. В начале выпуска его основные темы. Новый этап развития. Саранский завод и электровопримитель ждут большие перемены. Своё натуральное. Учёные Мордовского университета запатентовали новые рецепты сыра и колбасы. Их связала музыка. В Атимаре работает творческая династия Полшковых. 30 метров заботы и маскировочные сети такой длины плетут сотрудники и посетители Республиканского краеведческого музея. В Саранский завод и электровопримитель ждут большие перемены. Новый этап развития предприятия во время рабочей встречи в Москве обсудили глава Мардови Артём Сдунов и гендиректор Трансмашхолдинга Кирилл Липа. Также в центре внимания оказались результаты и планы по инвестпроектам. Во время обмена мнениями было озвучено, что только в прошлом году объём инвестиций, направленных на развитие электровопримителя, составил 430 миллионов рублей и более полумиллиарда будет инвестировано до конца этого года. Выручка за 2023 составила более 5 миллиардов рублей. По прогнозам, на текущий год она станет больше ещё на 1 миллиард. За два года значительно увеличилась зарплата, выросло и число сотрудников. Завод активно сотрудничает с крупными российскими предприятиями. Производит 15 новых видов продукции, в этом году будет освоено ещё 20. За три года взаимодействия с Трансмашхолдингом завод существенно нарастил основные социально-экономические показатели. Совместное сотрудничество помогает повысить финансовые показатели электровопримителя и расширить производственные мощности. 4 июля глава Мордовии Артём Сдунов принял участие в расширенном заседании Федерального агентства водных ресурсов. В числе спикеров заместитель председателя правительства России Дмитрий Патрушев, министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов. Обсуждали итоги деятельности ведомства за последние годы и наметили приоритеты на перспективу. Россия обладает уникальными водными запасами. Они дают беспрецедентные возможности для многих отраслей экономики. Рациональное распределение запасов пресной воды – приоритет в деятельности Федерального агентства водных ресурсов. На расширенном заседании подвели итоги его работы. Так, при поддержке правительства России за последние три года по всей стране построено более 50 километров дамб, отремонтировано 137 гидротехнических сооружений и расчищено свыше 220 километров русел рек. А результаты реализации нацпроекта «Экология» положительно сказываются на качестве жизни 17 миллионов человек. Активно этот проект работает и в Мордовии. Уже расчищено 6 километров реки Саранка и 17 километров реки Мокши. Опережающими темпами расчищаются русла Тавлы и Левжи. Сейчас разрабатывается проектная документация для очистки реки Инсар в Саранске. Работы начнутся в следующем году. Также в Мордовии продолжается ремонт гидротехнических сооружений. Целеустремленность, профессионализм и успешное будущее. 5 июля в МГПУ имени Евсевьева выпускникам вручили дипломы. За годы обучения они приобрели навыки и компетенции, которые обязательно помогут им в профессиональной деятельности. Подробности в сюжете. На юбилейной площади Мордовского государственного педагогического университета волшебная атмосфера праздничного торжества. Здесь проходит вручение дипломов тем, от кого в прямом смысле зависит наше будущее. Тем, кто ответственен за воспитание молодого поколения. Будущим учителям. Событие это имеет большое значение не только для ребят, но и для всей республики. Эти ребята уверены в себе. Почти половина уже работают в образовательных организациях. Я думаю, у этих детей большое будущее. Они уверены в себе, им, вместе с детьми, писать историю нашей страны и нашей малой родины. За годы обучения в педагогическом университете ребята получили тот багаж знаний и приобрели те необходимые навыки и компетенции, которые обязательно помогут им в будущей профессии. В этом году стены родной Альма-Матер покинули без малого 900 студентов. Из них более 270 получили тот самый желанный красный диплом. А это ли не показатель высокого профессионализма педагогов? Однако про желание и целеустремленность студентов тоже забывать не стоит. Мы поздравляем ребят, которые завершают свою образовательную траекторию, кто на каком этапе, кто завершает среднепрофессиональное образование, кто высшее, кто бакалавры, кто магистры, кто-то аспирантуру завершает. И нам сегодня очень приятно ребят поздравить и, конечно же, сказать им о том, что мы одна большая педагогическая семья. Конечно же, главные виновники торжества здесь сами выпускники. Счастливые, смелые, амбициозные, креативные. Теперь они дипломированные специалисты. Перед ними открыты все дороги. Уже сейчас они активно реализуют себя в профессиональной деятельности, работают в разных образовательных организациях. За это большое спасибо мудрым наставникам. За эти пять лет мы научились и приобрели все те компетенции, которые нужны для современного педагога, потому что наш вуз, конечно, предоставляет такие уникальные возможности для своих студентов. Большое спасибо нашим преподавателям, ректору нашего университета Марине Владимировне Антоновой. Грандиозные события, шаг в будущее, шаг вперед и колоссальные возможности. Для меня это очень волнительный день, потому что я очень счастлива, что в далеком 2017 году я переступила порог Мордовского государственного педагогического университета в эту прекрасную, дружную, крепкую семью, где меня действительно воспитывали, обучали, помогали всему. И я очень счастлива, что я выбрала профессию учитель, потому что теперь я и как мои педагоги могу днести детям свет, знания. Завершилась торжественная часть уже по доброй традиции выпускным вальсом. Именно так ребята символически прощаются со своими студенческими годами и вступают во взрослую жизнь. Михаил Мазанов, Александр Овчинников. Народные новости. Своё натуральное. Учёные Мордовского университета постоянно стараются сделать привычные нам продукты вкуснее и полезнее. Совсем недавно запатентовали два новых оригинальных рецепта. В аграрном институте научились делать мягкий сыр с шамбалой и варёно-копчёной колбасой с тремя видами натуральных добавок. Ирина Семёнова и Сергей Соколов оценили технологию производства, состав и вкусовые качества. В лаборатории аграрного института во всех смыслах этого слова кипит работа. Здесь создают сыр по уникальной рецептуре. Её разработали учёные Мордовского университета. Они решили совместить традиции черкесской кухни и инновационные технологии, а также добавить изюминку, которая украсит вкус привычного продукта. Так и получился натуральный мягкий сыр с шамбалой. Тигнология его производства точно выверена. Сейчас мы видим процесс заливания молочной кислой закваски в молочную смесь, нагретую. И после этого будет более ярко выделяться и группироваться сырное зерно. Это как бы предсыр. Самый такой молодой сыр. Молочная кислая закваска, приготовленная нами по нашему рецепту, очень эффективная, позволяющая полностью практически из молочной смеси получить то искомое необходимое нам сырное зерно. После того, как молоко загустело, часть сыворотки сливают, а в продукт добавляют семена шамбалы в чистом виде и в виде порошка. Шамбал – это такое очень древнее растение. По-другому его еще называют фенугрек, пожитник. Оно очень распространено в Средней Азии, в европейской части. Немножко ореховый привкус получается. Оно очень полезное, тоже не очень распространено у нас, как вот в магазинах. Таких вот продуктов семена с этой добавки очень мало. Рецептуру запатентовали, получили и другой важный патент – на рецепт варенок копченой колбасы с тремя видами натуральных добавок – медом, чечвичной мукой и сушеным сельдереем. Такие приправы не просто улучшают вкус, но и добавляют продукту полезных свойств. Выбрали эти добавки, потому что они более доступны для производства и малым предприятиям, и широкому бизнесу. Допустим, сельдерей очень полезен для здоровья. Это очень мощный антиоксидант. Чечевичная мука тоже, она выступает как замена крахмалу. Конечно, перед готовкой важно провести контроль качества продукции. Для этого берут образцы сырья и отправляют на санэкспертизу. Ну а самое важное при разработке – это учесть соотношение ингредиентов. Сколько добавки добавлять, сколько соли добавлять, сколько специй – все это очень влияет на конечный вкус продукта. И это далеко не единственные рецепты, разработанные в лабораториях Аграрного института. Так, к примеру, здесь научились делать хамон, паштеты и многие другие продукты. Участие в исследованиях принимают и студенты, а в прошлом году в институте открылось новое направление подготовки – продукты питания животного происхождения. В этом году появилось 21 бюджетное место. Приемная кампания продолжается, подать документы можно до 18 июля. Ирина Семенова, Сергей Соколов. Народные новости. Новый день с чистого двора. Активисты регионального отделения «Молодой гвардии» партии «Единая Россия» приняли участие в уборке придомовой территории дома номер 8 по улице Васенко. Это начало целого цикла мероприятий по обновлению самых разных площадок. Подробности далее. Во дворе дома номер 8 по улице Васенко с самого утра многолюдной кипит жизнь. Несмотря на жаркую погоду, местные жители наводят порядок на детской площадке и подметают улицу. В этот раз у них есть отзывчивые и инициативные помощники – активисты «Молодой гвардии» партии «Единая Россия». В рамках федеральной программы «Формирование комфорта городской среды» они запустили целый цикл мероприятий. Он направлен на облагораживание городских и придомовых территорий, парков и скверов. Занимаясь данной проблемой, во-первых, мы видим не там, где не убрано, а мы видим там, где мусорит. Всех неравнодушных жителей республики приглашаем принять совместное участие. Совместно мы сделаем наш город чище, лучше. Вооружившись кисточками и красками, молодые гвардейцы занялись обновлением детской горки. За годы эксплуатации она совсем потеряла свой привлекательный внешний вид. Облупилась старая краска, утратила свой задорный блеск и покрытие. А ведь она сделана для того, чтобы дарить ребятам радость и улыбки. Теперь, благодаря усилиям активистов, горка вновь засияет яркими цветами и будет радовать глаз прохожих и местных жителей. Пока на детской площадке кипит работа, рядом готовятся к выступлению артисты. Они поздравят жильцов дома номер 8 с Днем двора. Вот так обновление придомовой территории символично совпало с этим важным праздником. Активисты молодой гвардии важность таких акций осознают и принимают участие в них с большим удовольствием. Я стараюсь не пропускать ни одну экологическую акцию, которая проходит у нас в республике. Потому что я считаю, что экология это самое основное, что есть в нашем мире, ее нужно беречь. Поэтому стараюсь проявлять свою активную гражданскую позицию. Что необходимо сделать во дворе, молодогвардейцы узнавали непосредственно у местных жителей. В рамках цикла мероприятий планируется обновление еще 10 площадок. Возможно, это число в дальнейшем увеличится. Акция продлится до конца лета. Михаил Мазанов, Народные новости. Их связала музыка. Супруги Полшковы познакомились более 40 лет назад, будучи студентами музыкального училища. Вместе трудились в Доме культуры, затем и в детской школе искусств. Свою любовь к музыке они передали дочери и сыну. Заинтересовало это направление и внука Матвея. С творческой династией познакомилась наша съемочная группа. В стенах детской школы искусств педагог и ученик, а за пределами класса любимый дедушка и любознательный внук. Матвей Полшков внимательно прислушивается к советам близкого человека и старательно нажимает на кнопки. Прилежным учеником от Тимарской детской школы искусств он стал 5 лет назад. Первый раз я сюда попал в 3 года, потому что у меня тут все работают учителями. Я занимался в 7 до 7. Потом у нас был выбор. Что я выбрал? Гармонь, лепку, танцы и пение. Пока родной дедушка учит играть внука на гармонии, в соседнем кабинете трудятся мама и папа Матвея. Максим Полшков пошел по стопам отца, заслуженного артиста Мордовии. У него он и брал уроки игры на баяне. Окончил Атимарскую детскую школу искусств, а через несколько лет вернулся сюда уже в роли преподавателя. Наша задача именно педагогической работы – научить детей, показать детям, как, что и к чему. Работая здесь, допустим, преподавателем, концентмейстером, я также являюсь руководителем инструментального ансамбля «Дедовы внуки». И также руководителем Народного театра песни «Отрада» Дворца культуры городского округа Саранск. Сейчас Максим Полшков работает в паре с супругой Анной. Она учит петь, он аккомпанирует. Под руководством Анны Полшковой поют и выступают порядка 30 звонкоголосных ребят из образцового ансамбля «Колорит». Она и сама с ранних лет была окружена песней. Первые уроки музыки от мамы и бабушки. Их повседневная работа к сцене отношения не имела, а вот голоса и любви к народной песне хоть отбавляй. Поэтому на вопрос, с кем быть, у неё заранее был твёрдый ответ. Я сразу сказала, что я хочу петь. Конечно, пытались меня переубедить и сказать, что профессия медицина, она лучшая, единомедицинская. Но, тем не менее, я отстояла свою точку зрения. Поступила в Пензенское училище культуры и искусств. А закончила его, после окончания поступила в Мордовский государственный университет имени Николая Платоныча Огарёва. Уже тогда был Институт национальной культуры, хоровое дирижирование. Адимарская детская школа искусств – первая запись в трудовой с третьего курса. Работе с детьми Анна посвятила 14 лет. Творческий союз супругов подарил республике не один десяток талантливых учеников. При этом у Анны и Максима можно поучиться ещё и умению поддерживать рабочие и личные отношения. Мы все люди творческие. У нас у каждого своё видение, своё понимание какого-то номера. Бывают у нас какие-то разногласия, но, опять же, они приводят к тому, что не вот мы ругаемся из-за этого, а наоборот, в споре рождается истина. То есть, вот где-то мы поспорили, но опять пришли к единому мнению, к тому, что будет лучше. Двойной статус супруги и коллеги также у родителей Максима Полшкова. Ольга и Пётр вместе более 40 лет. Их в прямом смысле связала музыка. Они познакомились, будучи студентами музыкального училища. После учёбы трудились в Доме культуры и детской школе искусств. Сейчас, помимо преподавания, Пётр Полшков руководит оркестровой группой ансамбля «Песни и танцы у Марина». Очень много времени. Приходится очень много работать на дому. Имеется в виду, ведь сделать аранжировки, музыку к постановкам. На это уходит очень много времени. Не основного даже рабочего времени, а сочинительства, так скажем. Ольга Полшкова, как и её муж, родилась в многодетной семье. С самого детства дома была творческая обстановка. Пятеро детей окончили музыкальную школу, и только двое, она и сестра, посвятили свою жизнь работе с детьми. За плечами Ольги Полшковой профильное образование и 30 лет административной работы. Она директор Асимарской детской школы искусств. Когда пришла работать, здесь учился всего один ученик. Со временем родители стали охотно доверять своих детей молодым специалистам. И кроме музыкального, постепенно появились другие направления. А ученики стали выступать за границей при поддержке местного предприятия. Сейчас в детской школе искусств учатся 120 человек. Я считаю, что жизнь моя удалась. Удалась на все 100%. Потому что я благодарна судьбе за своего мужа, с которым мы идём рука об руку уже много лет. Благодарна детям, которые продолжают наши семейные традиции музыкально-педагогические. Благодарна внукам, которые откликаются на все наши просьбы в творческой и в семейной жизни. Нет, я просто счастливый человек. Творческую династию продолжила и старшая дочь Ольги и Петра. Сейчас она трудится в Москве. А продолжат ли внуки семейные традиции, пока говорить рано. Например, 8-летнего Матвея сейчас привлекают профессии строителя и повара. А пока музыка не утихает ни в школе, ни дома. Ольга Данилова, Сергей Соколов. Народные новости. Лямберский район. 30 метров заботы от сотрудников и посетителей Республиканского краеведческого музея имени Воронина. Именно такой длины маскировочной сети они плетут для бойцов специальной военной операции. На каждую нужны десятки добрых рук и почти две недели времени. За кропотливой работой наблюдали мои коллеги. Заправленная основа для маскировочных сетей – самый популярный объект в краеведческом музее за последнее время. Этот уголок пустует довольно редко. Например, Лариса Хнырёва, музейный смотритель, приходит сюда, как только появляется свободная минута. Помочь нашим ребятам, которые выполняют свой долг перед Родиной. И чтобы хоть чем-то помочь, я решила блести сети для них. Пока у меня нет посетителей, я иду помогать сюда. Как только посетители появляются, я бегу вниз. Я внизу работаю на первом этаже. В своем добром порыве Лариса Хнырёва не одинока. Сотрудники, посетители музея, волонтеры культуры регулярно проявляют интерес к этому кропотливому занятию. И такая активность очень кстати. Заботливые руки здесь нужны постоянно. Длина сетей 30 метров. На изготовление каждой уходит почти полмесяца. Приходят посетители, интересуются, спрашивают и принимают участие в этой акции. Когда мы едины, мы сильны. Поэтому вот это такое общее дело, оно нас, конечно, объединяет. И мы рады, что хотя бы частичка нашего труда, наша лепта, она приносит пользу и помощь. Сети в музее плетут по зову сердца и в рамках проекта «Культура за победу». По итогам последних месяцев бойцам передали минимум 6 30-метровых маскировочных сетей и десятки коробок с посылками. Мы собираем специальную гуманитарную помощь для наших бойцов. Это жгуты, шприцы, бактерицидные салфетки всевозможные. То есть все, что необходимо для помощи нашим ребятам, мы все это делаем. Также мы собираем и продукты питания. То есть это все сухпайки, но это и чай, и кофе, и супы. Также мы делали окопные свечи. И вот очередные посылки скоро снова будут у бойцов. Им передали необходимые вещи и сеть, которую завершили совсем недавно. Огромное им спасибо сотрудникам музея, которые всегда помогают, что-то посетят, плетут и отправляют на передовую. Это очень актуально. Сети, например, они как расходный материал, особенно 30-метровый, их можно на куски порезать, маленькие части закрыть, большие машины закрыть можно. Они очень востребованы. Помочь бойцам стремятся по всей республике. Мастерицы ежедневно трудятся над маскировочными сетями, которых защитникам Отечества передали уже более 7,5 тысяч. Работу неравнодушных жителей республики отметил глава Мордовии. На своей странице в соцсетях Артем Сдунов поблагодарил земляков за трудоемкую работу, требующую терпения и усердия. Ольга Данилова, Народные новости. Активный отдых – залог здоровья. Ветераны специальной военной операции и их семьи приняли участие в сплаве на байдарках по реке Сура. Событие организовал региональный филиал фонда «Защитники Отечества». За время путешествия путники открыли для себя новые заповедные места родной Мордовии. Подробности далее. Место сплава – река Сура. Маршрут участники события проложили от села Сабаева до Больших Березняков. Такой путь выбрали не случайно. В годы Великой Отечественной войны здесь пролегал сурский оборонительный рубеж. А в наши дни место удивляет волшебными видами, красивыми берегами, атмосферой умиротворения и спокойствия. В захватывающем путешествии приняли участие ветераны специальной военной операции, а также их семьи. Остановились путники и на привал, где на костре приготовили себе вкусный обед, приняли участие в состязании по подсягиванию на турнике и даже искупались в заповедном озере Селивянка. Туристический поход организован сотрудниками регионального филиала фонда «Защитники Отечества» и командой плотоводцев «Сурские зори». Протяженность сплава составила 24 километра. За время путешествия путники увидели живописные виды, прониклись духом единения с природой и провели незабываемое время вместе со своими родными и близкими. Михаил Мазанов, Народные новости. Внимание, рейды на водоемах. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав и сотрудники МЧС проводят проверки на водоемах Саранска и слезят за тем, чтобы несовершеннолетние не находились у воды без присмотра взрослых. Об итогах одного из рейдов расскажет Кристина Стомина. Пятеро детей, попадающих в категорию «без присмотра родителей», купались на пруду в Зеленой Роще. Инициаторы рейда не только провели профилактическую беседу с подростками, но и раздали им и еще 30 отдыхающим детям памятки с правилами поведения на воде. А взрослым еще раз разъяснили об административной ответственности, которую они несут. В исполнении изменений, внесенных статьей 7 закона Республики Маргария об административной ответственности комиссии по делам несовершеннолетних совместно с подразделением по делам несовершеннолетних проводятся рейдовые мероприятия на водоемах Саранка. Также в рамках рейда жителям города напомнили о том, что на территории Саранской есть ряд водоемов, на которых запрещено купаться. Запреты будут сняты сразу же, как только вода станет безопасной для купания. Кристина Стомина, Народные новости. Жару тяжело переносить не только людям, но и животным. Они могут страдать даже сильнее из-за густой шерсти или больших габаритов. Четвероногим и пернатым друзьям человека в этот период нужна особая забота. Ирина Радайкина и Станислав Семин узнали, как себя чувствуют обитатели Саранского зоопарка и как помочь домашним любимцам пережить жаркий период. Такие водные процедуры птицы эму в жаркую погоду просто обожают. С удовольствием прохаживаются под струями прохладной воды, а потом нежатся в появившихся ложах. Полив из шланга – один из основных способов облегчить жизнь обитателей зоопарка. В этот период им, как и нам, нужно много воды. За ее количеством в поилках внимательно следят. Так что живительная влага у зверей всегда в наличии. Обязательно всегда проводится влажная уборка вольера. Помимо того, что просто питье животному предлагается, обязательно мочим полы вольера, стены, что обеспечивает чуть-чуть большую влажность, более разряженный хороший воздух в вольерах, который помогает пережить жару. В Саранском зоопарке обитает более 80 видов животных. Все они очень разные. Кто-то, как выходец из тропиков или саванны, жару переносит легче, а кто-то к высоким температурам приспособлен плохо. Но сотрудники зоопарка внимательно следят за своими любимцами и учитывают их особенности. Так что звери в целом чувствуют себя хорошо. Животные всегда, конечно, прячутся во времени в благоприятных условиях, но в основном, конечно, они все-таки людям показываются. Просто необходимо немножко подождать в некоторых случаях, но они обязательно выходят и посетителям показываются. Вместе с хозяевами от духоты в квартирах страдают и домашние любимцы. В этот период очень важно помочь им чувствовать себя комфортно. В доступе всегда должна быть питьевая вода. Кошки пьют мало и не жалуют стоячую воду. Для них можно купить питьевой фонтанчик или расставить миски с водой по всей квартире. Если вы берете собаку в такую жару на прогулку, необходимо обязательно с собой брать воду и миску, в которую вы можете предложить воду этой собаке. Так же, как и мы животных своих поливаем водой, так же и домашних животных можно поливать. Соответственно, это помогает им справиться с жарой. У животных потовых желез у многих достаточно мало на теле. Соответственно, для того, чтобы им помочь, будет охлаждаться именно за счет испарения воды с шерсти. И животные тоже могут получить тепловой удар. Поэтому хозяину стоит внимательно следить за состоянием питомца. Если он выглядит вялым, мало ест и пьет, тяжело дышит и постоянно высовывает язык, следует обратиться к ветеринару. Ирина Радайкина, Станислав Семин. Народные новости. Олимпийские надежды России. С 29 июня по 7 июля Саранск принимает у себя второй этап всероссийских соревнований по теннису среди юношей и девушек до 13 лет. О том, кто прошел в полуфинал, расскажут Ирина Суконкина и Дмитрий Малахов. За титул Олимпийской надежды России на летних кортах школы имени Шамиля Торпищева в Саранске борются 81 спортсмен. Это юноши и девушки до 13 лет. Все они лучшие теннисисты в своих регионах. За плечами многих победы на всероссийских и международных турнирах. Я вернулась из Сербии, из Армении, из Хабаровска. Участвую в Саранске, потому что тут красивый город и хороший турнир. И игроки хорошие. Я выходила в финал Сербии и недавно вернулась из Италии. Вроде, да, в третьем кругу. Прошла в третий круг. В Армении выиграла первое место. И не собираюсь останавливаться на этом. Соревнования идут хорошо. Соперники с первого круга сильные. То есть уровень игры у всех поднялся. Нет легких соперников. Всегда нужно активно играть. Турнир «Олимпийские надежды России» имеет статус первенства страны. Юноши и девушки соревнуются в трех разрядах. Одиночные, парные и микс. Эти соревнования на вылет по олимпийской системе разыгрываются. В одиночном разряде в каждой сетке по 32 человека в основном турнире. В миксте 24 пары и в парных разрядах по 16 пар у мальчика и у девочки. «Олимпийские надежды России» – это восемь соревновательных дней. 5 июля на кортах определили финалистов одиночных и парного разряда. Среди фаворитов игр спортсмены из Самары, Москвы, Химок, Казани, Брянска и Томска. Мордовские теннисисты в турнире не участвуют. Две спортсменки из Саранска снялись на отборочном этапе. В миксте полуфиналистов определили 4 июля. 6-го им предстоит разыгрывать финал. Осложняют турниры погодные условия. В дни соревнований температура воздуха на кортах выше 30 градусов. Температура сильно жарко, сильно сложно играть. Но здесь хороший коллектив, и это спасает сильно. Сейчас я играл, было очень сложно, жарко. Соперники хорошие, надо всегда быть готов, потому что уже все хорошо играют. Соревнования проходят в три этапа. По итогам турниров теннисисты, набравшие большее количество очков, выйдут в финал. Он состоится 7 июля. Ирина Суконкина, Дмитрий Малахов. Народные новости. На этом у нас все. Далее вас ждет прогноз погоды. С вами была Валерия Новикова. Оставайтесь на нашем телеканале. До встречи.